Остров 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 Всем привет! С вами GoodGame.ru и вы смотрите видео, посвященное одному из главных турниров в новейшей истории Warcraft 3. В конце июня лучшие игроки мира съехали из Шанхай на турнир под названием Warcraft Gold League. Это, если вы вдруг не в курсе, самый важный турнир современной Warcraft-сцены, рекордный для современного Warcraft призовой фонд порядка 60 тысяч долларов, отличный продакшн и, разумеется, лучшие игроки со всего мира. Вот о них для начала и поговорим. Итак, кто же принимал участие на VGL? В общей сложности 16 игроков в четырех различных континентов. Азия, Европа, Северная и Южная Америка. Начнем с представителей азиатского региона, тем более, обычно именно они сдают на VGLTON. Infi и TH – китайские игроки из Альянс, каждый из которых неоднократно становился чемпионом крупных турниров. Оба прекрасно понимают игру, умеют играть всеми расами и за свою карьеру неоднократно проводили стратегические и тактические революции в игре за Альянс. Именно Infi и TH будут представлять Китай на финальном турнире WorldKiberGames, который пройдет в Сиане в середине июля. Пятая раса Warcraft – он же Moon. Наряду с такими игроками, как Sky и Граби, корейский игрок за ночных эльфов Moon является одной из главных легенд Warcraft 3. Moon известен своим нестандартным мышлением, потрясающим микроконтролем и уникальным пониманием игры. Многие считают его величайшим игроком в истории Warcraft. Lin и Fly – крутейшие игроки за орков. Пожалуй, в истории Warcraft был только один игрок за орду, который может посоперничать с ними – легендарный голландец Граби. Орки в последнее время вообще как-то не выигрывают турниры в премьер-уровне, но и Lin и Fly обладают огромным опытом выступлений на всевозможных турнирах, а потому неизменно претендуют на чемпионство и представляют угрозу для любых игроков на любых соревнованиях. Лао Лайт и Фокус – китайские игроки за ночных эльфов и орду соответственно. Оба уже давно подают большие надежды и неоднократно показывали хорошие результаты на различных турнирах, в основном правда онлайн. Колорфул и Лайф – молодые китайские игроки за ночных эльфов. Да, первому из них 24, а второму 22 года, но на фоне таких ребят как Лао Лайт – 28 лет, Фокус – 30 лет и уж тем более Мун и Лин – по 32 года, их можно считать игроками молодыми. Едва ли Колорфул и Лайф в своей карьере считались кандидатами на чемпионские титулы, но они тем не менее могут составить достойную конкуренцию любому топу. Чиемика и Сок – лучшие представители корейской школы хуманов. Да, корейская школа хуманов – это едва ли хорошая рекомендация, но если отбросить шутки в сторону, то Чиемика и Сок – это как минимум очень трудолюбивые и упорные игроки, которые благодаря своим стараниям сумели заработать место в высшем эшелоне современного Варкрафта. А Сок так еще и брэкданс умеет, что вообще круто. И последнее по порядку, но не по важности – это 120-й. Китайский игрок за нежить и единственный азиатский андет. Сильной стороной 120-го являются нестандартные стратегические и тактические решения. Претендент на чемпионство – безусловно. Что касается американского региона, то победитель местной квалификации Кранчер по личным причинам не смог приехать на турнир. В результате от обеих Америк на турнире выступали Хантер, Перу играет за ночных эльфов и ОС США также играет за ночных эльфов. Так уж сложилось, что игроки из Америки считаются на ВГЛ туристами, которые практически ни на что не претендуют. И вот мы добрались до старушки Европы. На Старый Свет, как и на Америке, организаторы турнира выделили две квоты. Победителями европейской квалификации стали российские игроки Хэппи и Кэш, которые играют за нежить и за орков соответственно. И в чем-то это был неожиданный результат. Если победа Хэппи в Европе была всецела, ожидаема и предсказуема, то Кэш прыгнул выше головы и в рамках региональных отборочных обошел таких конкурентов, как Хог, он же Хавк и Фогги. При этом последнего Кэш сенсационно обыграл неродной расой – хуманами. Но какие бы сюрпризы не преподнесла нам европейская квалификация, как бы мы не переживали за поражение Фогги и не радовались за успех Кэша, самым главным событием этих отборочных стало то, что на VGL едет Хэппи. Несмотря на то, что сам Хэппи позиционирует себя не иначе, как просто стример, в Европе, да и во всем неазиатском мире ему уже давно нет равных. Но вот крупные турниры Дмитрий зачастую игнорирует. Он не принимал участия в отборочных на WorldKiberGames, он ни разу не интересовался предыдущими розыгрышами Warcraft Gold League, да и вообще, этот ваш большой киберспорт ему словно до лампочки. Тем не менее, благодаря стараниям своих верных поклонников, которых сообществе называют акалитами, Хэппи все-таки сначала принял участие в европейской квалификации, где, разумеется, катком проехался по соперникам, а потом и приехал на мейн-ивент турнира в Шанхай. Противостояние Императора и лучших азиатских игроков стало одним из самых интересных компонентов этого VGL. Мы все уже давно привыкли, что в Европе Хэппи практически никогда не проигрывает. Интрига заключалась в том, насколько высок его скилл в сравнении с лучшими игроками всего мира. Картину по игрокам составили. Теперь бы еще пару слов про формат турнира сказать. Ну вдруг вы не смотрели VGL и вообще человек от всей этой киберспортивной темы далекий. Ну вдруг. Только быстро, окей, хочется уже поскорее добраться до самой мякотки. По формату все просто. Первый групповой этап, 4 группы по 4 игрока. Второй групповой этап, 2 группы по 4 игрока. А потом плей-офф, сингл-эллюминейшн на 4-х человек. Все-все, переходим к сути. Кто как сыграл, кто как затащил. В общем, результаты. В группе А оказались такие игроки, как Инфи, Лао Лайт, 120 и Оз. Совершенно ожидаемо, последнее место в этом квартете осталось за американцем. Что было ожидаемо уже меньше, так это то, что из группы не сумеет выбраться Инфи. Но это суровые реалии VGL. Один из лучших хуманов мира проиграл сначала 120-му, а затем и Лао Лайту, после чего выбыл из турнира. В группе B выступал россиянин Артем Шарабоков, он же Кэш. Для него все началось с достаточно необычным матчем против Орка Фокуса, где наш игрок владел инициативой, но в результате непонятным образом проиграл. Это поражение было настолько странным, что сам Фокус даже смеялся после матча, словно не понимая произошедшего. Затем Кэш проиграл второй сет и отправился в лузера. В нижней сетке Кэш без особых проблем одолел китайца Калорфула, после чего ему предстояло сыграть матч за выход из группы. Соперником в очередной раз стал Фокус. Кэш решил удивить противника и поставил вместо Орков Хуманов. И если вы забыли, то за Хуманов Кэш играет просто отлично. Увы, но даже Хумановская имба, есть она или нет, не помогла Кэшу одолеть Фокуса. К сожалению, Артем покинул VGL уже после первого группового этапа, а кореец Фокус со второго места прошел в следующий этап. Ну а с первого места из группы B вышел китаец Тиаш, в котором перед началом турнира видели одного из главных претендентов на победу. В отличие от своего друга Инфи, Тиаш не подвел фанатов и закончил группу со счетом 4-0 по картам. В группе C играли Мун, Флай, Чаймика и Хантер. Поначалу расклад сил казался простым и понятным. Хантер домой, Чаймика поборется, но тоже домой, а Мун и Флай добро пожаловать во второй групповой этап. И если Хантер действительно быстро отправился домой, а Мун ожидаемо вышел из группы с первого места, то Чаймика Флай все-таки заборол. Какими бы интересными ни были первые три группы, но самой интригующей для нас была четвертая, группа D. Именно в нее жеребий определил россиянина Дмитрия Костина, он же Хэппи, он же Император. В группе D вместе с Хэппи играли такие игроки, как Лин, Сок и Лайф. Император, стоит отдать ему должное, не стал долго раскачиваться, а сразу дал жару. И в первом же своем матче со счетом 2-0 вынес Лина, который до этого считался главным претендентом на первое место в группе. Неудобный матчат? Сильный соперник? Не, не слышали. После победы Хэппи над Лином стало понятно, что нас ждет нечто совершенно эпическое. Дмитрий ни словом, а делом доказал, что способен обыграть самых крутых азиатских игроков. И если он обыграл Лина, то ему по плечу справится и с Муном, и с Тиаш, и со 120-м. Единственный вопрос, это насколько далеко Хэппи удастся пройти по сетке. Таким образом, во второй групповой этап прошли Хуманы Тиаш, Сок и Чаймика, Эльфы Мун и Лао Лайт, Орг Фокус и Андеды, 120-й и Хэппи. Конечно же, Хэппи было бы удобнее сыграть в одной группе с такими ребятами, как Сок и Чаймика, ни один из которых не выглядел серьезным соперником. Но вместо этого Дмитрий получил к себе в сопернике Лао Лайта, Фокуса и Муна. Прям-таки картина. Русский император и три корейских богатыря. Игруппа началась для Хэппи не очень хорошо. Он проиграл Фокусу за счетом 0-2. Несмотря на то, что Дмитрий сражался до последнего и, как обычно, демонстрировал чудеса микроконтроля, Фокусу просто дико везло на артефакты. В результате чего в двух сетках подряд у него были очень мощные герои, совладать с которыми Хэппи не смог. Добро пожаловать лузера. Хэппи против Лао Лайта, проигравший покидает турнир. Эльфы это вам не орки, да и Лао Лайт это не Мун. Поэтому здесь Хэппи справился очень уверенно и вышел в матч Десайдер, где его уже ждал все тот же Фокус. Неужели этому корейцу суждено отправить домой и второго представителя Европы на турнире? Ну уж нет. Несмотря на то, что первую карту в Десайдере Фокус начал очень уверенно и не давал Хэппи сделать практически ничего, в какой-то момент наш император чутом перевернул игру, ухватился за единственную возможность, которую дал ему соперник и буквально на пустом месте сотворил победу. А вторая карта ознаменовалась самой массовой битвой на этом турнире. Лимиты обоих игроков в генеральном сражении приближались к сотне. Эпических масштабов замес длился несколько минут и до самого конца было непонятно, кто же одержит верх. Питлорд с плэшем убивал дохлых троллей, на разноязычных трансляциях надрывались комментаторы, Фокус сокрушенно качал головой и тянулся напечатать ГГ, а наши сердца ликовали. Победа была за Хэппи. Хэппи вышел в топ-4 турнира, и это было уже гораздо больше того, что от него ожидалось большинством болельщиков. Но аппетит, как известно, приходит во время игры. С одной стороны, было понятно, что Хэппи уже снял все вопросы и доказал, что входит в число лучших игроков мира. С другой стороны, с другой стороны, хотелось еще больше. И Император дал нам это больше. Первый полуфинал Хэппи против Тиаш. Лучший игрок за Нежить Запада против лучшего игрока за Альянс Востока. Первая карта вышла очень напряженной, и в какой-то момент казалось, что Хэппи одержит верх, но Тиаш все-таки задавил массой. Сердечко у всех почитателей Хэппи ёкнуло, но то было только начало. Тиаш и не думал сбавлять обороты, и на трех последующих картах использовал очень нестандартные маршруты криппинга, благодаря чему получал преимущество по прокачке. Пару раз китаец также ставил экспант посредине игры, надеясь тем самым либо закрепить преимущество, либо вернуться в игру. Но Хэппи блистал. И как обычно тащил за счет прекрасного понимания игры, грамотных тактических решений и, разумеется, великолепного микроконтроля. Во втором полуфинале Мун обыграл 120-го. И этот сет, наряду с полуфиналом Хэппи против Тиаш и последующим финалом, стал одним из лучших матчей турнира. Этот поединок – прекрасная иллюстрация того, насколько гениальным игроком является Мун и насколько сильно он при этом иногда косячит. Тут даже можно сказать, что в полуфинале Мун играл против двух соперников, одним из которых был 120-й, а другим он сам. Но, к счастью, для поклонников Луноликова все обошлось. Им... Мун против Хэппи. Финал Варкрафт Голкиник. Думаем, не будет преувеличением, если мы скажем, что это самый интересный и интригующий финал за последние несколько лет. Да, в финале этого турнира раньше играл и Фогги. Но никогда еще не было такого сильного ощущения, что на VGL впервые может появиться чемпион из Европы. Никогда еще, как бы просто стример, не доходил до финала настолько престижного турнира. А дальше был совершенно потрясающий финал. Финал, в котором оба игрока в полной мере продемонстрировали свой гений. И если в играх против TH Микроконтроль Хэппи был великолепным, то в финале он стал просто божественным. Да что мы тут говорим? Смотрите сами. Козел падает! Хорошо! Единственная возможность, за которую можно было зацепиться, Хэппи цепляется за нее. У панды есть инвул, панду можно не отпустить! Панду можно развести на инвул и преследовать ее! ДК очень битый, ДК еле-еле убегает наверх! Блин, панда... Нет, ДК, да контроль! Да контроль ДК! Инвул на ДК! Регенит кое-как! Тинкер же скорее всего умрет! Панда телепортируется домой! Тинкер скорее всего умирает! Нет, он на 16 хитах убегает! Какое валютно! И остается вся эльфийская армия без героев, а мы тут кое-как отковыриваемся! Четвертый ДК! Лича... Лича бьют! Койл наличали! Ну, Лич пулеметит! Съедает! Новый кидает! Медведи! Откидывается! Прекрасно! 40 лимита на 60! Нас по-прежнему значительно меньше! Но козла-то нет! Козла-то нет! И панды нет! Тоже рядом! Козла выкупили козел! Возвращается назад! Свиток прекрасный! Блин, от козла! Что же делать? Что же, блин, делать? Левел ап! Четвертый ДК! Панда битая! Инвулу нет! ГГ! 1-1! 1-1! Ё-моё! Хороший Койл! Минус Арча! Идет в атаку! Что будем? Нова! Ища-а-а! Офигеть! Начинается битва! Иллюзии Демон Хантеров! Фокус сразу по козлу! Убили одного Феррика! Отконтраливается Финт! Отконтраливается сразу Обсидианка Дестройер! В это время ловится и фокусится еще один Феррик! И еще один Феррик! Какой контроль! Мун даже не успевает их в форму превращать! Моноберн получает Лич! Очень битые ДХ! Там есть ТАФ! СТАФ ведь на последних хитах! Конечно же это Мун! Но 50 лимита на 39! Феррики ничего сделать не могут! Пятый Лич уже! Пятый Лич! ГГ! 2-1! 2-1! Виспы в обход! Видя где скелет разведывательный! Как же грамотно сейчас действует Мун! Все или ничего! На низинах он решил выбрать самую агрессивную! Аккалит идет читать Виспов! Ё-моё! Такая разведка от Императора! Он допускает и он видит Виспов! Да! Это такое, такое, такое плюс! Ему он сейчас так вздохнул! Вы видели? Обсидианка еле-еле... Не-не, не уходится! Третий левел! Третий левел ДК! Пятьдесят шесть! Алхимик ловит! Это космос просто! Космос! Какой же контроль сумасшедший! Гули, смотрите на каких хитах! Посмотрите, какие там были дряды, арчи отступают по всей карте! Это невероятно! ДК отсюда может не уйти просто! Нет! 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 Беги, беги, родной! Ой, сейчас прикопает! Прикопает! Давай, Койл! Ееееее! Момент на мумик! Красиво! Он спасает! Спасает своего ДК! Убивает вражеского козла! Боже мой! Это лучший вообще момент! Давай сплэшим, сплэшим, сплэшим! Вот прям туда, вот прям в кучу! Ой, как там влетает! Все болеют! Козел битый! Телепортироваться должен Киперскорак! На последних хитах! Это вынос мозга! Как? Ой, я алхимик! Выдыхай, Михаил, выдыхай! Телепорт есть, он делает телепорт, это сражение, финальное сражение! Телепорт просто сейчас будет от... Или будет сражаться Хэппич! Просто минус два Метвегана, хотя он сразу же убивает алхимика! Остается только один эльфийский герой с одним инволом! Огромное количество коз, 57 на 53, у нас уже больше лимита! Прожимает вынужденный инвол! Козел боже! ГГ пишет! Молны Хэппи чемпион! 3-1! Император! Ава Император! Эмоции не сдержал! Оооо, вот это красавчик! Какой же ты молодец! Просто стример! Чемпион Голда! 3-1! Хэппи выигрывает Warcraft Gold League сама и становится первым не азиатским чемпионом этого турнира, что есть по-настоящему историческое достижение. А также кладет на карман 29 тысяч вечно зеленых американских президентов. Это уже, конечно, не историческое достижение, но чертовски приятная куча бабла. Говоря о прошедшем турнире, можно упомянуть прорыв в карьере Чаймика, неудачу, флай, провал инфи. Можно петь Оде Муну, который второй раз подряд дошел до финала ВГЛ. Но право слова, все это меркнет рядом с тем сюжетом, который подарил нам всем Хэппи, рядом с той историей, которая творилась у нас на глазах. Хэппи стал первым европейским чемпионом ВГЛ и вознесся на совершенно недосягаемый уровень. И знаете что? К Дмитрию очень по-разному относятся в сообществе, кто-то обожает его за крутейшую игру и ценит его прямоту, кто-то не любит его из-за скептицизма и пессимистичного отношения к соревнованиям. Но в данном случае за Хэппи нужно только радоваться. Ни в Варкрафте, ни в Старкрафте он не выигрывал турниров подобного уровня, и эту победу, пожалуй, можно назвать самой важной в его карьере. Варкрафт Голд Лиг наиболее престижный и конкурентный турнир в современном Варкрафт 3. Это 29 тысяч призовых, и это та победа, которая станет одним из ярчайших драгоценных камней в Короне Императора.